В моногороде Казьмодемьянске продолжается реализация нескольких федеральных и местных проектов. Они напрямую касаются благоустройства старинного города на правом берегу Волги. Нужно отметить, что и федеральный проект «Комфортная городская среда», и программы местной инициативы призваны решить самые наболевшие проблемы. Подробности в следующем сюжете. В Казьмодемьянске одновременно реализуются как приоритетные национальные проекты, так и республиканские программы, а также проекты местных инициатив. Одним из самых важных для горожан по праву считается проект по формированию комфортной городской среды. Т-образный перекресток – одна из самых оживленных по движению точек города. Безопасность и комфорт абсолютно всех участников дорожного движения – главная цель проходящих здесь преобразований. На сегодняшний день работы подходят к своему завершению. Выполнена работа по щебенению, установке бордюров. Я думаю, к 30-му числу мы получим полноценный готовый объект – Т-образный перекресток, автомобильную развязку с удобными пешеходными тротуарами, с освещением и асфальтным покрытием. Достаточно активно идет и реализация республиканских проектов. Один из них – спорт-норма жизни. Согласно ему, в Казьмодемьянске будет полностью отреставрирован городской стадион. На сегодняшний день часть работы уже выполнена. Вертикальная планировка, цыпка землей. В ближайшие дни мы возобновляем работу на стадионе и до конца октября объект будет введен в эксплуатацию. В октябре будет функционально введена в эксплуатацию. В самом центре города появится новый сквер. Его название – «Сияние» говорит само за себя. Новая благоустроенная территория станет настоящим украшением Казьмодемьянска. Сейчас работы здесь вступили в завершающую стадию. Программа «Комфортная городская среда» подразумевает завершение строительства до 1 октября. Парка, сквера, сияние. На сегодняшний день вы видите, что основные работы активно проводятся. Уложена часть брусчатки, заасфальтирована часть территории. Смонтирована основа для ротонды. Впереди у нас еще есть определенный объем работы. Это освещение и благоустройство территории. Я надеюсь, что до 1 октября мы работу эту выполним. Исполнение федеральных и республиканских проектов, большие финансовые вложения дадут главному городу Марийского правобережья большие дополнительные возможности. С их помощью жизнь людей действительно станет качественно лучше и приятнее. Редактор субтитров А.Семкин